Дорогие сёстры, дорогие сёстры. Хвала Аллаху, мы с вами на очередном уроке 30 дуа из Корана в этом священном месяце Рамадан. Сегодня уже восьмой день священного месяца. Я надеюсь, что всех пост проходит наилучшим образом. Я надеюсь, что мы отказались не только от еды и питья, а от всего того, что может привести к недовольству Аллаха. Это и язык, и поклонение, и действия, все действия, которые мы делаем на его пути. Иншаллах, мы уже незаметно и встретим на 18 дуа, которую мы заучим из 18 суры Аль-Кафф, 10 аята. Это дуа говорится тогда, когда нужно облегчить судьбу. Это дуа юношей, которые были в пещере. Мы Аль-Кафф в суре читаем каждую пятницу, в котором есть дуа, где юноша прибегает к Аллаху. Господь наш, даруй нам от Себя милость и устрой наше дело наилучшим образом. Толкование в саде говорится, что вот юноши укрылись в пещере и сказали Господь наш, даруй нам от Себя милость и устрой наше дело наилучшим образом. «Господи, укрепи наши сердца, избавь нас от зла и помоги нам обрести благо. Наставь нас на прямой путь и одари нас правой верой и мирским благополучием». Из всего сказанного следует, что молодые люди не только прятались, они спрятались в укромном месте и сделали всё возможное для того, чтобы избежать искушения, но и смиренно обратились к Аллаху с мольбой облегчить им судьбу. Они не полагались на самих себя и не возлагали надежд на помощь других творений, и поэтому Аллах внял их молитвам и повёл их путём, о котором они даже не подозревали. Ибн Кассир тоже такой, этот аят 10 говорит, что эти слова Аллаха означают, вот юноши спрятались в пещеру и сказали Господи наш, даруй нам от Тебя милосердие и устроить для нас в нашем деле примоту. Всевышний Аллах сообщает о юношах, которые сбежали из-за своей веры, то есть спасаясь от преследования своего народа, чтобы их не отвратили от истинной веры и укрылись они в пещере. Они вошли в пещеру и обратились к Аллаху с мольбой, Господи наш, даруй нам от Тебя милосердие, то есть помилуй нас и защити от нашего народа, и устрои для нас в нашем деле прямоту, то есть предопредели нам прямой путь в нашем деле и даруй нам правильный исход. И получается, если мы вернёмся к этой истории, то вы знаете, что юноши в девятом аяте, тут немножко идёт до этого десятого аят, о том, что Аллах спрашивает, «Воистину всё, что есть на земле, мы превратим в безжизненный песок», Аллах говорит. Затем обращается «Или же ты решил, что люди пещеры и ракима», то есть раким — это название селения, из которого вышли вот эти юноши, ну и по другим значениям означает, что это плита, на которой были начертаны их имена, были самым удивительным среди знамений Аллаха. Этот вопрос означает опровержение подобных мыслей и запрет на подобные предположения. То есть Аллах сп.т. обращается к Мухаммаду, с.а.м. О, Мухаммад, да будет довольным Аллах, не думая о том, что история людей в пещере была самым удивительным из Божьих знамений и уникальной в своём роде. То есть Священный Аллах явил людям множество удивительных знамений, которые были похожи на историю людей в пещере и даже превосходили её по своему значению. По сей день Аллах продолжает показывать людям различные знамения по свету и в них самих. И каждая из этих знамений помогает отличать правду от лжи, а истину от заблуждения. Не думая, что история людей в пещере вообще не была удивительным знамением. То есть, напротив, это событие было удивительным и чудесным. Но помимо него есть ещё много других великих чудес. Если человек станет восхищаться только этой историей и забудет про всё остальное, то это будет проявлением легкомыслия и невежества. Правоверный обязан размышлять над всеми знамениями, размышлять над которыми Аллах повелел своим рабам, потому что подобное размышление является ключом к истинной вере и путём обретения знаний и убеждённости. А что же касается самой истории, то она произошла в одной из горных пещер и была записана в Ракиме. То есть это писание, в котором начертаны имена людей в пещере и исчислено всё, что происходило с ними за долгие годы пребывания в ней. Получается, это были юноши, которые спрятались в пещере, опасаясь искушения со стороны своих соплеменников и сделали вот это дуа, которую мы сейчас с вами прочитали. чтобы Господь даровал милость и устроил их дело наилучшим образом. А что же было? Получается, они проспали в пещере 300 лет и ещё 9 лет. Аллах говорит, мы запечатали их уши, погрузили их в глубокий сон в пещере на много лет. В 11 аяте, дальше в этой суре, говорится о том, что Аллах запечатал их уши и погрузил их в глубокий сон на много лет. На 300 лет и ещё 9. На 309 лет. И всё это время их сердца были избавлены от страха и беспокойства. И сами они были защищены от козни своих соплеменников. А потом Аллах разбудил их, чтобы узнать, какая из двух партий точнее подсчитает, какой срок они пробыли там. Аллах разбудил спящих этих юношей от осна для того, чтобы выяснилось, кто из них сможет правильно подсчитать, сколько лет они провели в пещере. То есть таким образом Аллах пробудил их для того, чтобы они расспросили друг друга. И что касается знания о том, сколько лет они пробыли в пещере, то оно подчёркивает важность лета исчисления и свидетельствует о безграничном могуществе и мудрости и милосердии Аллаха. А если бы юноши никогда не пробудились от осна, то никто не узнал бы об их этой славной истории. Порисование является правдой, и в его достоверности невозможно усомниться. И юноши, они вот спящие юноши, их было менее десяти человек. Они уверовали в единого Аллаха, отказались приобщать к Аллаху со товарищей, и тем самым поступили вопреки воле своего народа. Аллах отблагодарил их за правую веру и укрепил их на прямом пути. Когда вера опустила корни в их сердца, он увеличил их приверженность в прямом пути и благодаря полезным знаниям и правильным деяниям. Аллах говорит, что он укрепил их сердца, веру и решимость. Когда они встали и сказали, Господь Небес и Земли, мы не станем взывать другим божествам помимо Аллаха. В таком случае мы произнесли бы чрезмерно. Их народ, этих юношей, поклонялись помимо Аллаха другим божествам. И после упоминания о вере, божественном руководстве и богобоязности, которым Аллах одарил, они напомнили друг другу о многобожии, которые исповедовали их соплеменники. Они поклонялись различным божествам. Но они убеждены были в своей правоте. Напротив, они были величайшими невеждами и погрязли в глубоком заблуждении. И вот таким образом Аллах, Субханна Аталя, рассказывает нам о том, что юноши пробыли в пещере, и что солнце на восходе уклонялось от пещеры вправо, а на закате отворачивалось от них влево. Они находились в середине пещеры. Это были некоторые из знамений Аллаха. Аллах защитил их, действительно принял их мольбу. Аллах защитил их от жаркого зноя и укрыл их в пещере. На восходе, когда солнце обходило их пещеру справа, а на закате оно обходило её слева, благодаря чему пещера всегда оставалась прохладной. И жара не причиняла вреда телам вот этих спящих юношей. Они спали в самом широком и открытом месте пещеры. Это позволяло ветрам очищать их тела и от всякого неприятного. И в середине пещеры они испытывали стеснение. И это обстоятельство было немаловажным, потому что они просыпали в ней очень долго. Всё это было одним из знамений Аллаха и свидетельствовало о всемогущей милости Господа, который внял молитвам этих юношей и повёл их прямым путём. И Аллах обращается к Мухаммаду салли Аллаху алейху ассалям, говорит, что ты решил бы, что они бодрствуют, хотя они спали. То есть если на них посмотреть, кажется, что они как будто бодрствуют, но они на самом деле спали. И Аллах говорит, мы переворачивали их то на правый бок, то на левый. И их собака лежала перед вдохом, вытянув лапы, взглянув на них, ты бросился бы бежать прочь и пришёл бы в ужас. То есть Аллах с муэнталля разговаривает с Мухаммадом салли Аллаху ассалям, рассказывая эту историю. И толкователи Кур'ана отмечали, что глаза спящих юношей оставались открытыми для того, чтобы долгий сон не повредил их зрение. Если бы человек увидел их в таком состоянии, то подумал бы, что они бодрствуют, потому что глаза открыты, Они спали хотя, но глаза открыты. Аллах сохранял их зрение. Но они были погружены в глубокий сон. Они переворачивались с одного боку на другой. И это свидетельствовало о том, что Аллах заботился об их телах. Невозможно такое, что они сами бы этим контролировали. Аллах спонталя так позаботился о них, что поворачивало их то на левый бок, то на правый бок. И земля по своему обыкновению пожирает тела, который соприкасается с ней. И поэтому Аллах предписал телам юношей переворачиваться с одного бока на другой. То есть он мог уберечь их тела от разложения, даже если бы они не переворачивались с одного бока на другой. Однако премудрый Аллах пожелал, чтобы законы Вселенной не нарушались, чтобы эти удивительные события произошли в силу соответствующих причин. И вместе с несколькими юношами была собака, и которая, получается, охраняла их у входа в пещеру. И также погрузилась в глубокий сон. Даже их собака погрузилась в глубокий сон. Аллах оберегал тела спящих. Юноши не только от природных явлений, но и от живых людей. Если бы люди приблизились к ним, то их сердцами овладел бы нестовый страх, и они бросились бы бежать оттуда. Благодаря такой опеке юноши проспали в пещере долгое время, и ни один человек не нашел их там, несмотря на то, что пещера находилась в непосредственной близости от города. Об этом свидетельствует тот факт, что после пробуждения ото сна юноши отправили одного из них в город за едой, а сами остались в пещере дожидаться его возвращения. Это может быть объяснено только тем, что пещера находилась недалеко от города. И вот таким образом Аллах, разбудив их, они начали расспрашивать, сколько они тут пробыли, день или часть дня. Они сказали, что вашему Господу лучше известно о том, сколько вы пробовали. Пошлите одного из вас в город с вашими серебряными монетами, пусть он посмотрит, какая еда получше, и принесёт вам её поесть. Но пусть он будет осторожен, чтобы никто не догадался о вас. А если они узнают о вас, то побьют вас камнями или обратят вас в свою религию, тогда вы никогда не преуспеете. То есть Аллах внушил им просто не говорить никому об этом, а просто сходить за едой. А некоторые говорят, что этих юношей было трое, а четвёртой была собака. Другие говорят, что их было пятеро, а шестой была собака. Так они пытаются угадать сокровенные. Другие говорят, что их было семеро, а восьмой была собака. И Аллах говорит, Коль, скажи моему Господу лучше знать об их числе. И это неизвестно никому, кроме немногих. Их было около десяти. Сказано где-то до десяти, и у них была действительно собака. И вот таким образом Аллах говорит о том, что они провели триста лет и ещё девять. Вот таким образом Аллах их усыпил. И они, проснувшись, подумали, что они проспали лишь день или полдня. То есть они даже не почувствовали, что вот такая вот сон их овладела. Как сказано в хадисе, «Какую бы судьбу ты нам не предначертал, сделай наш исход правильным». В Муснаде приводится хадис от Бусра ибн Арта, что посланник Аллаха саллилуху алисалям обратился с мольбой к Всевышнему, «О, Аллах, сделай хорошим результат всех наших дел. Спаси нас от позора, при жизни и наказания в будущей жизни». Это тоже исходится прекрасная дуа. Мы должны прибегать к Аллаху, спрашивая Его о том, чтобы наши дела были приняты и дали хороший результат, и чтобы Аллах нас спас от позора и этой жизни, и от наказания будущей жизни. Если мы разберём этот аят, то он начинается «Из ауэль фитияту иляль кахфи фа каалю», то есть «Из ауэль фитияту иляль кахфи фа каалю» юноши иляль кахфи фа в пещере». «Иля в пещере». Кахф – это пещера, как мы уже знаем. «Фа каалю». И затем они сказали, и эта дуа начинается отсюда. «Из ауэль фитияту Господь наш, даруй нам от Тебя милость и устрой наше дело наилучшим образом». После этого дуа юношей Аллах принял, и действительно они были на прямом пути. Аллах спас от зла людей, от зла всего, что может привести к плохому исходу людей. Дай Аллах, чтобы мы всегда просили это дуа, и Аллах расставил наши дела наилучшим образом, и действительно вёл нас прямым путём, с которым мы не собьёмся. Би-изнеллахи та'алям. Субханаке Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду аль-Ла-Иллах ил-Ант астагуфирука ва атубу илайк. Ассаляму алейкун на варахматуллахи в баракатах дорогие сёстры. Алейкум ассалям варахматуллахи в баракатах и жазак и ла-ахарин. Ва-джазак на вахарин дорогие сёстры.